МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На пожарах погибло уже 7 человек. 32 человека пострадало, из них один ребенок. 159 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее о происшествиях ушедшей недели подробнее. Минск чрезвычайно. В понедельник неосторожное обращение с огнем во время курения стало причиной пожара в Ленинском районе столицы. Семейная драма в прямом смысле разыгралась в квартире по улице Дроздовича, где живет многодетная семья. Здесь и вспыхнул пожар. Опасности детей подверг хозяин семейства, который, будучи в нетрезвом состоянии, не потушил сигарету на балконе. Его жена, мать четверых несовершеннолетних детей, также была в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что она беременна и ожидает еще одного малыша. На место пожара приехали представители инспекции по делам несовершеннолетних, администрация района и школы, где обучаются дети. Оказалось, это семейство давно на контроле у местной власти. И работники МЧС в составе комиссии буквально в начале июня посещали родителей, которые обещали завязать с алкоголем. Но, видимо, не получилось. На пожаре, к счастью, никто не пострадал, однако серьезно поврежден балкон, да и комнаты требуют ремонта. Из-за такого происшествия было принято решение прямо на месте пожара забрать детей в социально-педагогический центр с приютом. Пока только на полгода. У родителей есть шанс вернуть детей, если они изменят свой образ жизни. Ну а пока оставлять с ними девочек крайне опасно. Минск чрезвычайный. Во вторник днем сотрудникам МЧС пришлось спасать пса, застрявшего в оконном проеме. Плающий жилец одного из домов по проспекту газеты «Правда» застрял в окне балкона. О необычном происшествии на 101 сообщил сам владелец собаки. Хозяин квартиры открыл окно на проветривание, а собака засунула лапу в щель, где она и застряла. Хозяин самостоятельно помочь своему питомцу не смог и вызвал спасателей. При помощи подручных средств работники МЧС провели операцию по вызволению четвероногого. Хочется отметить, что окна, открытые в режиме проветривания, очень часто становятся ловушками для домашних питомцев. В среду днем помощь спасателей понадобилась девяти утятам. Пернатые попали в колодец ливневой канализации на проспекте Победителей. Как они там оказались, головоломка та еще. Но главное, что их жалобный писк вовремя услышали. Спасатели спустились в коллектор и достали утят целыми и невредимыми. После чего их отпустили в находящийся рядом водоем. Минск чрезвычайный. Поздней ночью со среды на четверг на пожаре в Минске погиб мужчина. Сообщение о пожаре в квартире, расположенной на четвертом этаже, поступило от жильцов дома по улице Уральской. Во время тушения пожара работники МЧС на диване в комнате обнаружили обгоревший труп 56-летнего хозяина квартиры. Погибший мужчина проживал один и, со слов соседей, характеризовался посредственно – курил. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Также в этот день пожар вспыхнул в доме на улице Панченко. В трехкомнатной квартире загорелась кухня. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. И хотя в квартире были установлены автономные пожарные извещатели, по недосмотру хозяев батарейки в них не были вовремя заменены. В результате повреждено имущество и закопчена квартира. К счастью, обошлось без жертв. Хотя на момент пожара в квартире находилась 16-летняя дочь и трехлетний внук хозяина квартиры. Еще до прибытия подразделения МЧС они самостоятельно покинули горящее помещение. Минск чрезвычайный. В пятницу на станции Минск сортировочный с тяжелой электротравмой был обнаружен молодой человек. Вызов на пульт спасателя ЧП поступил вечером. Парень был обнаружен между запасными путями станции. Выяснено, что пострадал молодой человек 20 лет, гражданин Турции, который учится в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Скорая помощь госпитализировала парня с диагнозом электротравма тяжелой степени тяжести, электротермические ожоги туловища верхних и нижних конечностей на 60% тела, 30% из которых глубокие, третьей и четвертой степеней. Также черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Причина случившегося сейчас устанавливается. Суббота выдалась для столичных спасателей относительно спокойной, а вот в воскресенье в помещении торгового зала магазина продукты на улице Парниковой загорелся кондиционер. В результате пожара был поврежден сам кондиционер, а также товар и пластиковый стеллаж. Закопчено помещение торгового зала. Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования. Минск чрезвычайный. Штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности, объявленные по всей стране в воскресенье, оказали влияние и на оперативную обстановку в столице. Поздно вечером в Минске из-за сильного дождя подтопило некоторые участки дорог, в связи с чем движение общественного транспорта было приостановлено на 13 троллейбусных маршрутах и 4 участках дорог. Это дороги на проспекте газеты «Правда», на улице Кальварийской, пересечении улиц Берута и Харьковской, а также Калиновского и Кнорина. Кроме того, ночью из-за непогоды на улице Физкультурной повалило дерево, и оно упало на два легковых автомобиля – Subaru Outback 2012 года выпуска и Mercedes-Benz B200 2006 года выпуска. Освободить автомобили жителям помогали спасатели. Ну что ж, вот такой была ушедшая неделя в Минске. На сегодня это все. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова